Девушки отдыхают Людмилу Савельеву называют Наташей Ростовой отечественного кинематографа. Будущая актриса появилась на свет в трагичное время. Людмила Михайловна Савельева родилась в январе 1942 года в блокадном Ленинграде, в самый разгар голода. И то, что девочка выжила – настоящее чудо. Не мудрено, что ранние детские годы будущей звезды экрана были довольно тяжелыми. Но война закончилась, и Людмила Савельева вместе с ленинградцами начала возвращаться в мирную жизнь. Девочка посещала городскую школу. Уже в ранние годы родные заметили, что Людмила тянется к искусству. Савельева любила читать и проявляла огромный интерес к балету. Мама отвела 11-летнюю дочь в балетную школу и не прогадала. Вскоре Людмила начала демонстрировать стремительно возрастающее мастерство. Педагоги высоко оценивали способности юной балерины, называя ее одной из самых перспективных учениц. После окончания школы Людмила Савельева без труда поступила в Ленинградское хореографическое училище, где продолжила совершенствоваться в балете. Сразу же после получения диплома в 1962 году танцовщицу приняли в Мариинский театр. Все шло к тому, что Савельева в скором времени может занять место солистке Мариинского театра. На этой сцене девушка дебютировала в постановке «Жизель», а потом блеснула в балете «Спящая красавица». Последний спектакль был экранизирован и показан по телевизору. Но тут, как это нередко бывает, вмешался случай, который в корне изменил судьбу юной балерины. В 1964 году режиссер Сергей Бодарчук приступил к съемкам эпохального полотна «Война и мир». Но подходящей натуры для Наташи Ростова не было. Пробовались актрисы Наталья Фатеева, Анастасия Вертинская и Наталья Кустинская, но требовательный режиссер отверг всех. На Людмилу Савельеву обратила внимание помощница режиссера. Она увидела хрупкую девушку в балетной постановке «Спящая красавица», которую транслировали по телевизору. Поначалу Сергей Бодарчук отверг и Савельеву. Но, видимо, что-то привлекло постановщика в этой девушке, потому что режиссер согласился послушать Савельеву. Загримированная и одетая в платье XIX века, Людмила предстала перед требовательным Бодарчуком. После проб с разными текстами и героями Сергей Федорович утвердил балерину. Людмила Савельева была уверена, что работа в кино – только эпизод в жизни, поэтому девушка не бросала балет. Но съемки отбирали столько сил, что вскоре Савельевой пришлось определяться, так как от усталости девушка начала падать в обмороки. И неожиданно для самой себя Людмила выбрала кино. Ужасно на меня похожа. Такая же махатунья. Постойте. Мама. А он очень влюблен. Как на ваш взгляд. Вас были так влюблены. И очень мил. Очень-очень мил. Только не совсем в моем вкусе. Начинающая актриса не ошиблась. Война и мир превратила девушку в звезду. После выхода фильма на экраны, кинематографическая биография Людмилы Савельевой взмыла на такую высоту, которую большинству актрис не удавалось достичь на протяжении долгой и упорной работы в кинематографе. Работа над фильмом шла 4 года. Зарубежные страны заранее купили права на показ фильма на своей территории. Картина получила «Оскар» и «Золотой глобус», призы международных фестивалей в Праге и Соренто. Получать премию в Лос-Анджелесе поехала Людмила Савельева. Фото советской актрисы украсили первые полосы зарубежных изданий. Ворон Пиас Руссия. И победитель... Ворон Пиас Руссия для Ворон Пиас. Не остались без престижных наград и сама исполнительница роли Наташи Ростовой. На Московском кинофестивале девушка получила главную награду. В 1966 году Вячеслав Тихонов и Людмила Савельева были признаны лучшими актерами года по опросу читателей журнала «Советский экран». За рубежом актриса была не менее популярна, чем в Советском Союзе. Во Франции новорожденных девочек стали называть Наташами. На Японии объявила 1972 год годом Людмилы Савельевой. Но после Наташи Ростовой и огромной славы, обрушившейся на молодую артистку, Людмиле было трудно найти достойную роль. Понижать планку Савельева не хотела и не соглашалась на однотипных кисейных барышень. Достойная роль пришла к ней в 1970 году. Режиссер Александр Алов и Владимир Наумов предложили Савельевой сыграть Серафиму Корзухину в проекте «Бег». Этот фильм по произведениям Михаила Булгакова снимался в Севастополе и турецком квартале Пловдива. За съемочным процессом внимательно наблюдала жена Михаила Булгакова. После просмотра отснятого материала с кадрами, в которых появились Людмила Савельева, супруга великого писателя заплакала. Как потом признавалась актриса, это было наивысшей похвалой. Что ты здесь делаешь? Отвечай. Кто дал вам право упрекать меня? Я люблю тебя. В том же 1970 году артистка снялась еще в одном фильме «Чайка». Это экранизация одноименного произведения по Чехову режиссера Юлия Карасика. Любила вас, мечтала о славе. А теперь вот. Нина Заречная в исполнении Людмилы Савельевой вновь поразила зрителей и кинокритиков. Эту работу высоко ценили за рубежом, отметив картину престижным призом Чикагского кинофестиваля «Серебряный Хьюго». Помимо Людмилы Савельевой в главных ролях представили мастера советского экрана Алла Демидова, Армен Джигарханян, Валентина Деличкина и Юрий Яковлев. В тот же период Савельева снялась во французско-итальянском проекте «Подсолнухи», режиссером которого стал Виторио де Сика. Мелодрама была прохладно встречена с зрителями и кинокритиками, но русской актрисе выпала возможность наблюдать за работой звезд мирового кино Софи Лорен и Марчелло Мастрояни. В фильме рассказывалось о молодой семье итальянцев, которых разлучила война. Супруг Антонио так и не вернулся домой. Родственники оплакивали солдата как погибшего, и только Джованна верила в то, что муж жив. В 70-х и 80-х годах ленинградская актриса снялась еще в нескольких картинах, в которых вновь блистала красотой и обаянием. В приключенческой ленте Владимира Вайнштока «Садник без головы», где актрисе дали роль Луизы, речь пошла о войне американцев с мексиканцами за Техас. Я не уступлю его, потому что он мой, мой! Я не понимаю вас, милая. Вы, наверное, забыли, кто я. Я Луиза Поиндекстер. Поиндекстер. А он торговец лошадьми. Берите его. Мне он совсем не нужен. Он мой. 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 В фильме партнером Савельевой стал советский артист Олег Видов, который исполнил роль Морриса. В 1977 году последовал советско-болгарский исторический фильм «Юлия Вревская». Здесь Людмила Савельева сыграла главную героиню графиню Вревскую, вложившую собственное состояние в добровольческий санитарный отряд. Действовавший во время русско-турецкой войны. Даже Дон Кихот не только любил, но и ненавидел. А вы своим раболепством служите этой августейшей бездарности и только укрепляете их власть. Чтобы освобождать других, самому надо быть свободным. Ложь. Ложь, ложь. Я никогда никому не служила, кроме солдат. Слышите, доктор Павлов, никогда. Извините. Прошу вас, Бронесс. Сама графиня, ставшая к этому времени вдовой, отправилась на фронт с сестрой милосердия. В 1981 году фильмография актрисы пополнилась работой в фильме «С вечера до полудня», где актриса перевоплотилась в героиню Нину, дочь писателя Андрея Жиркова. «У нас гости». «А, может быть, на паритетных началах сообразим?» «Богатый». «Обеспеченный». «Поберегись». «Я хотел тебе цветов купить. Потом подумал, ты меня этими цветами я поможешь». которого сыграл Всеволод Санаев. В 1983 году Людмилу Савельеву утвердили на роль радистки Надежды Мороз, капитана разведгруппы. В военном фильме шел четвертый год войны. В кинокартине помимо Людмилы сыграл ее супруг Александр Збруев. Также в 80-е годы Людмила снялась в фильмах «Успех», «Чужая белая и рябой» и «Черная роза эмблема печали», «Красная роза эмблема любви». А вот в 90-е годы в творчестве артистки был затяжной перерыв. Людмила появилась на экранах лишь в 1999 году, снявшись в картине «Тайна на рдо» или «Сон белой собаки». После этого прорыва в новом веке Людмила Савельева снялась в двух картинах «Драме Сергея Соловьева «Нежный возраст» и в фильме Владимира Наумова «Часы без стрелок». Среди последних работ актрисы выделяются картины «Седьмое небо» и «Анна Каренина», где Савельева сыграла графиню Щербатскую. Личная жизнь С будущим мужем Александром Збруевым Людмила Савельева встретилась в тот период, когда снималась в первой звездной роли Наташи Ростовой. Збруев на тот момент уже состоялся в кино и был очень популярен. Савельева после просмотра фильма «Мой младший брат» с участием Александра была, как и миллионы советских девушек, заочно влюблена в артиста. Когда две звезды встретились в одном из столичных ресторанов, чувство вспыхнуло мгновенно. Вскоре актеры стали мужем и женой. Для Александра Збруева это был второй брак. Долгое время личная жизнь Людмилы Савельевой складывалась счастливо. На свет появилась дочь Наталья. Но после нескольких лет совместной жизни стало известно, что у Збруева начался роман с молодой актрисой Еленой Шаниной. У пары на свет появилась внебрачная дочь Татьяна. Но Збруев не хотел рвать семейные узы. Не хотелось этого и Людмиле Савельевой. Брак выстоял. С тех пор на вопросы журналистов о личной жизни актриса отмалчивается. Не любит Савельевой вопросов о дочери Натальи Збруевой, которая еще подростком дебютировала в фильме «Если верить Лопатухину». Позднее девушка так и не реализовала себя в кино. В настоящее время актриса не снимается в кино. Людмила Савельева полностью посвятила себя семье. Сейчас актрисе 78 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.